Итак, я новичок в бизнесе. Я ничего о нем не знаю. Я говорю, эти люди знают, что делают. Я прочитаю весь дистрибьюторский кит и буду делать то, что они мне говорят делать, потому что они эксперты. Я беру свой кит, нахожу страницу со сценарием разговора и набираю телефон своего первого кандидата. Привет, Лерой! Тебя беспокоит ваше имя. У меня есть кое-что очень воодушевляющее, и я хочу поделиться этим с тобой. Что будет лучше, вторник вечером в 18.30 или в четверг вечером в 19.30? Лерой спросил у меня, почему ты говоришь так странно? Почему я говорил так странно? Я говорил странно, потому что пытался делать, что мне было несвойственно. Мне это было некомфортно. И тогда, 20-25 лет назад, я увидел в том бизнесе большую проблему, которую вижу и по сей день. Эта проблема заключается в том, что, к несчастью, большинство людей, создающих компанию сетевого маркетинга, никогда сами не занимались этим бизнесом. Это могут быть доктора с медицинским образованием из компаний Шекли или Юсана, или других пищевых компаний. Они в восторге от продукции, поэтому создают свою компанию и выбирают в качестве способа ее продвижения сетевой маркетинг. Другие люди, которые создают компании, это инвесторы. Они понимают, что это мощная тенденция и новая парадигма дистрибьюции, им это нравится, и они решают войти на корпоративный уровень в качестве инвесторов. Также там можно увидеть исполнительных директоров и управленческую команду менеджеров, которых наняли инвесторы, или те доктора, которые основали компанию. Эти люди, в свою очередь, нанимают вице-президентов или директоров по продажам, то есть тех управленцев, у которых есть опыт в организации продаж. Но вот что я осознал после всех тех ошибок и разочарований, через которые я в свое время прошел, это не бизнес-продаж. Люди, которые относятся к сетевому маркетингу как к бизнесу-продаж, имеют устойчивый первоначальный успех, но не дуплицируемый и не имеют долгосрочного успеха. Потому что на глубоком, фундаментальном уровне наш бизнес — это бизнес обучения и дупликации. А если мы хотим использовать на полную мощь принцип приумножения усилий, о котором говорит Джеймс Пол Гетти, если мы хотим экспоненциального роста, от которого мы в восторге, когда рисуем кружочки и смотрим на то, как их число увеличивается в геометрической прогрессии, то мы должны делать максимально дуплицируемые вещи. На мой взгляд, 10% людей — это прирожденные продавцы. Они умеют продавать, и у них это хорошо получается. Они постоянно посещают тренинги по продажам, изучают всевозможные техники закрытия сделок и нейролингвистического программирования, моделирования, присоединения, построения рапорта, опровержения возражений, отклонения отказов и так далее. Каждый отказ они воспринимают как еще один шаг, приближающий их к ответу «да». Поэтому они с нетерпением ждут очередного отказа. Они с нетерпением ждут очередной семинар Тома Хопкинса или Брайна Трейси, или другой супер-мотивационный тренинг, на котором они в очередной раз смогут убедить себя принимать отказы с радостью. Таких людей всего 10%. Оставшиеся 90% людей не являются продавцами. Они не знают, как продавать, и не хотят этого знать. Когда они сталкиваются с отказами, им хочется наложить на себя руки. И если вы приводите их в бизнес, где нужно заниматься продажами, то они сталкиваются со множеством разочарований, поэтому у вас будет большая текучка и медленный рост организации. Итак, есть большая проблема, которая существовала 20 лет назад и существует по сей день, которая заключается в том, что многие компании не понимают этот бизнес. Вы можете спросить, как компании, называющие себя компаниями сетевого маркетинга, могут работать по 20-30 лет и не понимать этот бизнес. Ответ очень прост, потому что на первый взгляд этот бизнес похож на бизнес-продаж, и они это принимают, никогда не подвергая это критическому анализу и не имея причин это делать. Они просто не знают, что работает лучше всего. Если вы посмотрите на самые большие компании в нашей индустрии, то увидите, что они добились успеха благодаря соглашению со своими дистрибьюторами. И соглашение было таким. Послушайте нас, компания. Вы производите отличную продукцию, вовремя выплачиваете комиссионные, хорошо организовываете доставку, мы хорошо объясняем людям этот бизнес, спонсируем их и обучаем, поэтому вы концентрируетесь на продукции и административных вопросах. А мы будем концентрироваться на рекрутинге и спонсировании. Взгляните на Билла Брита, Декстера и Бирди Ягера, Роне и Джордио Липперер, на лидеров, которые построили огромные организации в Амвее. Они взяли на себя дистрибьюторскую работу и сделали ее отлично. Они также первыми создали систему и процессы, которым могли следовать другие люди. Но многие компании не знают этого. Я был на множестве конвенций, меня приглашали туда в качестве ключевого оратора, который открывал мероприятие. А в конце выступал спикер, который был специалистом по продажам. И все, что он говорил, противоречило тому, что в начале конвенции говорил я. Или могла быть другая ситуация, когда он открывал конвенцию, а я завершал ее, и я противоречил всему, что говорил он в начале. И дистрибьюторы выходили с конвенции сбитыми с толку. Им кажется, что люди, выступающие на платформе, знают, о чем говорят. Так оно и есть, они знают, о чем говорят. Они говорят о продаже. Но это не тот бизнес, которым занимаетесь вы. Кто-то может сказать, «Ну, Рэнди, кто-то же должен продавать продукции, а иначе никто не получит свой чек». Вы совершенно правы. Но если вы посмотрите на успешные истории в этой индустрии, которая зародилась в 56-57 годах, то увидите, что практически 90% товарооборота создается внутренним потреблением сети и клиентами, покупающими продукцию по оптовой цене, то есть на основе рекомендательного маркетинга. Рекомендательный маркетинг базируется на друзьях, соседях и родственниках. Большие товарообороты создаются не через продажи. Они создаются не теми людьми, которые имеют по 25 розничных клиентов, и не теми, которые продают возможность бизнеса. Большие товарообороты создаются людьми, которые понимают, что этот бизнес обучения и дупликации. Секрет заключается в том, чтобы использовать принцип приумножения усилий. Давайте я задам вам вопрос. Если вы хотите построить организацию в 25 тысяч человек, к какой части населения лучше обращаться? К 90% или к 10%? Конечно, вы все скажете «к 90% людей», потому что я поставил вопрос подобным образом. Но большинство людей в этом бизнесе идут по другому пути и обращаются в первую очередь к 10%. И если вы человек из этих 10%, то вы знаете, о чем я говорю. Если вы агент по недвижимости, или страховой агент, или продавец автомобилей, то вас наверняка каждую неделю пытаются спонсировать в какую-то сетевую компанию. И вы, возможно, каждый выходной присутствуете на мероприятиях, где кто-то проводит презентацию. Почему-то большинство дистрибьюторов пытается спонсировать таких людей, но не обращает внимания на школьных учителей, ведущих или корпоративных тренеров, то есть на людей, которые хорошо обучают и преподают. Некоторых людей удивляет, когда я говорю, что если бы у меня был выбор спонсировать страхового агента, который зарабатывает миллионы долларов, или обычную домохозяйку, я бы спонсировал домохозяйку. Почему? Потому что она полностью обучаемая и будет принимать все, что я ей говорю. Она будет приглашать друзей к себе домой и беседовать с ними один на один, или приглашать их на чашку кофе в заведение быстрого питания, и тогда ее кандидаты подумают, «О, я тоже могу это делать». Подумайте об этих словах. Можете даже записать их. «Я тоже могу это делать». Вы можете сделать большой плакат с этими словами и повесить его над своим компьютером или над входом. Если вы можете провести презентацию так, что кандидат скажет себе, «О, я тоже могу это делать», то у вас, возможно, появится новый дистрибьютор. Не думайте, что люди не хотят иметь те преимущества, которые предлагает им наш бизнес? У нас бизнес, в котором вы сами выбираете часы работы и людей, с которыми работать. Здесь есть возможность путешествовать и налоговые льготы. Здесь вы становитесь успешным, помогая другим людям добиваться успеха и имеете неограниченный потенциал дохода. Почему тогда не все занимаются этим бизнесом? Почему те люди, которые были на презентациях Amway, Nuskin, Manatec, Sheckley, Herbalife, Saltec или Noni, почему они до сих пор не занимаются бизнесом? Потому что они думают, что не могут это делать. Ну что? Это выглядит довольно интересно. Когда вы слышите слова «это выглядит довольно интересно», то вы потеряли кандидата. Потому что когда люди это говорят, они думают «что уж, это, наверное, хорошо подходит для меня, но я никогда не смогу это сделать». Итак, я хочу, чтобы вы поменяли свою умственную установку. Главная цель этого диска — поменять вашу умственную установку. Я хочу, чтобы вы перестали думать о том, как продать ваш продукт. Я хочу, чтобы вы перестали думать о том, как продать вашу бизнес-возможность. И я хочу, чтобы вы начали думать о том, как создать воронку спонсирования, которая будет отделять качественных кандидатов от неподходящих. Я говорю о сортировочном процессе. Если мы будем применять сортировочный процесс, то попадем туда, куда хотим попасть. Мы перестанем делать недуплицируемые вещи, и вместо этого начнем делать так, что люди будут думать, «Ой, я тоже могу это сделать». Синди, у тебя есть эти небольшие карточки, про которые я говорил? Пока нет. К концу этой встречи мы можем их получить? Хорошо. Итак, мы ведем сортировочный процесс. Зачем нам убеждать людей? Зачем нам пытаться им что-то продать? Знаете, я слушал много тренингов парней, которые занимаются продажей. Конечно, я уважаю их за то, что они делают. Если бы я был страховым агентом или брокером, я бы посещал все семинары Тома Хопкинса, Брайана Трейси и Тони Роббинса. Я бы изучал все эти НЛП, НЛС, приемы построения рапорта, моделирование и... Ну и так далее. Я уверен, что все бы это мне хорошо пригодилось, если бы я был агентом по недвижимости. Но я не являюсь агентом по недвижимости и, надеюсь, не стану им в ближайшее время. После таких тренингов я стал бы гадать, что означает, если кандидат посмотрел вверх налево или вниз направо. Что еще нужно делать? Нужно подстраиваться под его дыхание. Если его дыхание поверхностное, то и вам нужно дышать поверхностно. Если его дыхание глубокое, то и вам нужно дышать глубоко. Если он говорит быстро, то и вам нужно говорить быстро. Если он говорит медленно, то и вам нужно говорить медленно. Вы строите рапорт. И если он говорит, «Я представляю, что вы хотите сказать», то он визуал. И вам нужно использовать рисунки и графики. Если он говорит, «Я слышу, что вы говорите», то он аудиал. То вам нужно ставить кассету с какой-нибудь записью. Если он говорит, «Я чувствую это», то он кинестетик, и вам нужно его немного приласкать, погладить его по руке. Если бы я проводил презентацию и пытался вспомнить, что означает взгляд вверх-налево или вниз-направо, синхронизировать свое дыхание и скорость своей речи, определить, визуал он, аудиал или кинестетик, могу ли я использовать все приемы НЛП, которые выучил на семинары Тони Робинса, или техники закрытия сделок, которые узнал на тренинге Тома Хопкинса, как бы я вообще смог запомнить свою презентацию? И неважно, продавал бы я телекоммуникационные услуги или китайские травы. Я был бы так занят мыслями, минутку, он только что посмотрел в сторону, что означает, если он посмотрел в сторону, что просто не смог бы провести презентацию. Насколько это дуплицируемо, если вам нужно владеть всеми этими техниками? Такая проблема есть во многих компаниях. Например, компания Mary Kay больше нацелена на продажи, чем, например, компания New Skin. Компания Pre-Pay Legal больше нацелена на продажи, чем другие компании. Компания Prime America больше нацелена на продажи. Я советую дистрибьюторам из этих компаний основывать свои рекрутинговые навыки на продуктовой линии и программе, в которой вы работаете. Чем больше вы отходите от продаж, и чем больше вы используете дуплицируемые вещи, тем лучше используете принцип преумножения усилий. И когда-нибудь вы будете способны отойти от дел, а ваша организация при этом будет продолжать расти без вас. При этом вы будете знать, что и через пять лет вы будете получать свой чек, который будет постоянно увеличиваться. Будьте честны с собой, кто из вас может это сказать? По моему опыту практически никто. В прошлом я проводил много консультаций и работал с людьми, которые зарабатывали по 20, 30, 50, 100 и 150 тысяч долларов в месяц. То есть очень успешными людьми в этом бизнесе, с мультимиллионерами. И многие из них работали по 20 часов в день. Если бы они ушли в отпуск на два месяца, то потеряли бы 30% товарооборота. А если бы они решили отдохнуть шесть месяцев, то потеряли бы свою организацию. Конечно, они добились большого успеха. Они зарабатывают столько денег, сколько они зарабатывают большинство людей в корпоративном мире. У них есть ряд преимуществ. Они путешествуют, работают на дому, водят бонусные машины, так что нельзя сказать, что у них плохая работа. Это лучше, чем работать в ресторане. Их сценарий определенно лучше, но у них нет дубликации, поэтому они до сих пор вовлечены в процесс. И я был таким же на протяжении многих лет. Я ставил себя в положение супергероя и делал все самостоятельно, взращивая свое эго. Но спустя годы я понял, что не хочу больше этого делать. Я хочу иметь остаточный доход. Поэтому очень важно, каким процессом вы следуете при спонсировании. Мы говорили о спонсировании на теплом рынке и холодном рынке. Какова же основная цель? Основная цель — создать постоянный поток кандидатов. Секрет этого бизнеса заключается в создании постоянного потока кандидатов, приходящих через воронку спонсирования. Неважно, как вы это делаете. Раздаете информационные пакеты, обзваниваете список знакомых, заказываете рекламу на телевидении, размещаете контекстную рекламу в интернете. Если у вас есть постоянный поток кандидатов, проходящих через воронку спонсирования, то ваш бизнес будет постоянно расти. Но то, как мы делаем это, влияет на то, насколько он будет дуплицируем и какую степень остаточного дохода мы будем иметь. Далее, вы должны быть уверены, что представляете следующие три опции. Первая опция предназначена для людей, которые хотят стать клиентами. Вторая опция для тех, кто хочет заниматься малым бизнесом. Третья опция — это большой бизнес или карьерная модель. И мы здесь говорим как раз о модели большого бизнеса. У нас будет отдельный диск, на котором мы поговорим о первой опции и создании группы клиентов. Но сейчас я хочу поговорить о второй опции. Это опция малого бизнеса. Это как раз то, чем занимается большинство людей в нашей индустрии, хотя этого и не осознают. Они занимаются бизнесом с упором на розничную продажу продукции. Предположим, этот человек работает в компании Арбана и спонсирует кандидатов, устраивая косметические сеансы на дому. Он приглашает 6-8 женщин к себе в дом, наносит на половину лица косметическую маску, подносит в зеркало и говорит, «Вот ваша половина лица после косметической маски, а вот вторая ужасная и уродливая половина, которую мы не трогали». Если вы не хотите выглядеть уродливо и ужасно, вам лучше купить эти продукты сегодня же. И знаете что? Люди покупают ее сегодня же, потому что у них хорошая продукция. Однако пару недель назад я выступал на их конвенции и задал им вопрос, «Кто из присутствующих хотел бы меня спонсировать?» Конечно, в зале поднялись тысячи рук, но я не устраиваю косметические сеансы у себя дома, поэтому, делая бизнес подобным образом, они никогда не смогут меня спонсировать. Возьмем другой пример. Вы дистрибьютор компании Oxifresh и работаете дантистом. Вы продаете зубную пасту и средства для ухода за полостью рта компании Oxifresh своим клиентам. Если вы мой дантист и я приду к вам, то вы можете продать мне вашу зубную пасту или другие зубоврачебные продукты, то я куплю их у вас. Если мой дантист скажет мне, что с моими зубами что-то не так, я последую его совету, потому что он знает о моих зубах больше, чем я. Но я, скорее всего, не присоединюсь к его бизнесу, потому что подумаю, что мне тоже нужно быть дантистом. То же самое касается дистрибьюторов из Zengo, Noni и других подобных компаний. Подумайте обо всех ваших красивых продуктовых композициях, которые вы устраиваете у себя дома, и полках в спальне уставленных продукций. И теперь каждый день вы можете играть в магазин. Вы приглашаете ваших друзей к себе домой, проводите их мимо полок с продукцией, и продаете им шесть этих и шесть тех бутылок, устраивая на выходе небольшую кассу. Это похоже на детскую игру в магазинчик. О, как весело! Вы не сможете спонсировать меня в Биннесс подобным образом. Если я должен повесить магический баннер на двери своего вайпера, вы никогда меня не получите. Если вы думаете, что я повешу значок «Хочешь похудеть?» на свой костюм за 10 тысяч долларов, то вы сильно ошибаетесь. Конечно, вы можете и не хотеть спонсировать меня. Это было бы большой глупостью, но это ваш выбор. Я хочу, чтобы вы поняли следующее. Это всего лишь один из способов ведения бизнеса, и большинство людей делают бизнес подобным образом. Они делают упор на продукцию. Они спонсируют новых дистрибьюторов из тех людей, которые любят их продукцию, и тех, у кого есть опыт использования продукции. Во многих компаниях, работающих с пищевыми добавками, говорят, что им сначала нужно получить опыт использования продукции. Им нужно сначала избавиться от хронической усталости или боли в спине, или получить первый нормальный стул за шесть недель. Потому что когда у них есть опыт использования продукции, вы можете незаметно внести бизнес через черный вход. Да-да, вы понимаете, о чем я говорю. Так делают бизнес многие люди. Я же пришел в этот бизнес, имея только три цели. Делать деньги, делать деньги и еще раз делать деньги. Я не хотел исцелять людей. Я не собирался помогать людям. Я не хотел спасать мир, зеленые леса и животных. Моя причина прихода в бизнес была очень проста. И я хотел делать деньги. Я был беден и болен. И мне надоело быть таким. Поэтому я занялся бизнесом, чтобы просто зарабатывать деньги. И я хотел привлечь таких же людей, которые хотят зарабатывать деньги. Я не хотел зарабатывать дополнительно 500 долларов в месяц. Если бы я хотел заработать дополнительно 500 долларов в месяц, я бы лучше разносил газеты по утрам. И мне не нужно было бы ходить на все эти собрания и пропускать телесериалы по телевизору. Я искал возможность создания большого ежемесячного остаточного дохода с пятью-шестьюзначным размером. Поэтому я решил делать большой бизнес. Я решил строить в нем карьеру. Я смотрел на бриллиантовых директоров, мастер-координаторов, президентов, на всех этих хозяев жизни, и говорил себе, что хочу быть среди них. И так я делал бизнес с упором на бизнес-возможность. Это означает, что я искал строителей бизнеса и создавал свою группу клиентов из тех людей, которые не хотели заниматься бизнесом. Это не означает, что мой путь самый правильный, а все остальные неверные. Все эти пути по-своему правильные. Но вот в чем заключается проблема. Большинство людей не понимают разницы между большим бизнесом и малым бизнесом. Они подразделяют людей на две категории. Либо вы клиент, либо вы дистрибьютор. И когда они занимаются рекрутингом в целях набора дистрибьюторов, они говорят о бесплатных машинах, о поездках в Париж, в больших чеках, доходах в 25 тысяч долларов и доходах в 35 тысяч евро в месяц. Но они не говорят людям, что все это не является результатом работы в модели малого бизнеса. А это проблема. Конечно, в модели малого бизнеса нет ничего плохого. Например, вы парикмахер, и вы решили присоединиться к компании «Арбана». Вы говорите себе, «Ко мне каждый день приходит множество клиентов, и продукция «Арбана» хорошо им подойдет. И я смогу зарабатывать дополнительно 2000 долларов в месяц в «Арбана» благодаря тому, что я парикмахер. При этом мне не нужно работать где-то дополнительно. Я уже работаю на своем месте, и у меня уже есть клиенты. Или вы можете быть костоправым и присоединиться к компании «Нони» или «Шекли», или «Санрайдер». Тогда вы сможете продавать эти продукты вашим клиентам на месте. То же самое, если вы массажист, диетолог или физиотерапевт. И в этом нет ничего плохого. Если это приносит вам 500 или 1500, или 2500 долларов в месяц, замечательно, я рад за вас и хочу, чтобы вы продолжали этим заниматься, если вам это нравится. Но я не хочу, чтобы вы путали это с моделью большого бизнеса. Например, вы можете спонсировать костоправо в компанию «Шекли», и он увеличит ваш товарооборот на 20 тысяч долларов в месяц. Или вы можете спонсировать массажиста, и он увеличит ваш товарооборот на 50 тысяч долларов в месяц. Но при этом вы обнаружите, что это не дуплицируется, и их организация редко развивается вглубь. Почему? Потому что их люди будут говорить, «О, если бы я был массажистом, тогда я бы тоже мог это делать». Они не видят бизнес с этой точки зрения, потому что то, как вы проводите людей в бизнес, влияет на то, как они будут его воспринимать. Синди, у нас будет то, о чем я говорил? Да? Хорошо. Я сделал небольшие карточки, и сегодня мы проведем тест, который покажет вам, как работает человеческий разум. Итак, что мы делаем? Мы предлагаем эти три опции. Когда я делаю презентацию, и она подходит к концу, я предлагаю три опции. У нас будет сегмент, посвященный встречам один на один, домашним встречам, собраниям в отеле и большим событиям. И вы увидите, что в конце презентации я всегда предлагаю кандидатам три опции. Первая опция — «Мы будем рады видеть вас в качестве нашего клиента». Вторая опция — это опция малого бизнеса, если вы хотите заработать дополнительные деньги. И третья опция — это модель большого бизнеса, если вы хотите построить здесь карьеру и создать остаточный доход. Я всегда честен и прямолинейен со своими кандидатами, чтобы они могли увидеть все возможности этого бизнеса. Если кандидат говорит «Я Коста прав и присоединился к компании Sunrider, чтобы продавать ее продукцию своим клиентам». Я отвечаю «Отлично!» «Вы работаете по модели малого бизнеса». «Нет-нет, я хочу зарабатывать 50 тысяч долларов в месяц». Если вы хотите зарабатывать 50 тысяч в месяц, тогда вы должны следовать другой модели. Вы можете продолжать практику и продавать продукцию, но вам также нужно составить список знакомых, обзвонить всех ваших кандидатов, пригласить их на домашнюю встречу, провести через воронку спонсирования и обучить соответствующим вещам. Я иногда шучу по поводу модели малого бизнеса, потому что сам провел много лет, работая в компаниях, торгующих пищевыми добавками. И в этих компаниях я прошел через то, что не пожелал бы своему злейшему врагу. В этих компаниях мои призывы были похожи на протяжный крик в глухом лесу. Вы должны понимать, что нужно следовать велениям рынка. Я знаю, что в 1983 году такой-то человек спонсировал 40 тысяч человек в компанию «Салтек». А такой-то построил такую-то организацию в Шекли в 1972 году. Но времена изменились, и вам нужно реагировать на то, как ведет себя рынок сегодня. И я смотрел на это и думал, что я ищу, что я хочу предложить людям. И я много лет работал в программах с пищевыми добавками, посещая встречи, которые я называл «собраниями органов». Поднимался первый человек и говорил, «У меня были проблемы с печенью, а потом я выпил этот сок, и моя печень очистилась». Затем поднимался второй человек и говорил, «У меня были проблемы с почками и так далее. Орган за органом, орган за органом». Они поднимались и рассказывали свои отзывы. Затем я приходил на корпоративные конвенции, и там люди рассказывали, как исцелили свой рак, диабет, остеохондроз, а я сидел и думал, почему ни у кого из них нет нормальных болезней? Конечно, кто-то может сказать, «Рэнди, ты этого не понимаешь. Моя компания особенная. Эти продукты настолько хороши, что лечат это, это и это. Знаете что? Я вам верю. В этой комнате сейчас сидят дистрибьюторы минимум семи компаний, в которых я покупаю для себя продукцию в качестве клиента. Я должен сказать вам следующее. 80% всех проблем, с которыми люди обращаются к докторам, связаны с пищевым рационом. 80%. Даже если медицина говорит, что эта болезнь вызвана тем-то, а это тем-то, если вы посмотрите на историю больного, то в 80% случаев его болезнь вызвана неправильным питанием. Современное питание, состоящее из булочек, гамбургеров, пиццы, приправленных всевозможными специями, не обладает достаточной пищевой ценностью. В них недостаточно витаминов, минералов, ферментов и клетчатки. Поэтому, когда мы приводим человека в компанию, производящую пищевые добавки, и впервые даем ему попробовать мультивитамины, то это просто удивительно, от скольких медицинских проблем они сразу же избавляются. Огромное число людей в современном мире страдает от интоксикации, вызванной этой ненастоящей едой. Вы должны понимать, что банановый пирог — это ненастоящая еда. Шоколадный торт — это ненастоящая еда. Пицца — это ненастоящая еда. Все это — мертвая пища. Она не несет никакой пользы, это все равно, что есть картон. И когда вы приходите на вечеринку, где вам предлагают всевозможные угощения, десерты, знайте, это не то, что нужно вашему организму. Неудивительно, что мы испытываем столько проблем, связанных со здоровьем. И когда вы предлагаете кому-то употреблять пищевые добавки, многие эти проблемы уходят сами собой. Итак, если у вас был диабет, и вы присоединились к какой-то программе здорового питания, то уровень сахара в вашей крови нормализуется, и вы чувствуете себя замечательно. И что вы захотите сделать потом? Вы захотите найти людей с подобными болезнями. Я очень рациональный и логически мыслячий человек, поэтому я думаю, «Хорошо, какой наш следующий шаг? Теперь нам нужно спонсировать палату скорой помощи?» «Теперь нам нужно идти в больницу и раздавать там визитки. Где все это кончится?» Лично я не хочу этого делать. Я не хочу покупать машину скорой помощи и развозить по городу пилюли с пищевыми добавками. Я просто не хочу этого делать. Поэтому я выбрал модель большого бизнеса. Некоторые люди, которые слушают этот диск, потом, наверное, будут говорить, «А вот Рэнди сказал, что не нужно больше продавать продукцию в салонах красоты», или «Рэнди сказал больше не говорить о продукции», или «Рэнди сказал больше не проводить косметических сеансов», или «Что-либо еще». Нет, это не то, что сказал Рэнди. Я говорю лишь о том, что вы должны понимать разницу между моделью большого бизнеса и моделью малого бизнеса. Вы должны точно знать, какой модели ведения бизнеса вы следуете, и вы должны быть уверены, что ваши люди тоже это понимают. Итак, следующая важная вещь, которая касается спонсирования. Мы сейчас говорим о процессе спонсирования и о возможных шагах в этом процессе. Главное, что нужно знать, это... Как бы это назвать? Главная философия успешного спонсирования заключается в том, что я называю «лестницей эскалации» или «расширением перспективы». Это означает следующее. Каждый последующий шаг, на который мы ведем нашего кандидата, должен быть больше, чем предыдущий. Давайте я приведу пример. Например, первым шагом может быть ознакомительный информационный пакет. Мы даем кандидату этот пакет, чтобы он с ним ознакомился, а затем звоним ему по телефону. Это первый и очень простой шаг. Я бы хотел, чтобы ты на это взглянул. Вторым шагом может быть встреча в заведении быстрого питания, когда кандидат посмотрел мой информационный пакет. Это может быть минутный обзор бизнеса, но этот шаг уже больше, чем предыдущий. Потому что кандидату нужно встретиться со мной, а мне провести для него презентацию. Это пример второго шага. Пример третьего шага может быть приглашение на домашнюю встречу, которая следует за встречей один на один. Теперь я приглашаю кандидата к себе домой и провожу 60-70-минутную презентацию по всем аспектам бизнеса, по компании, продукции, системе поддержки, индустрии и остальным вещам. На домашней встрече присутствует уже 5-6 человек, и получается, что мы еще раз расширили этот шаг. Почему мы это делаем? Мы делаем это в целях создания того психологического эффекта, который происходит в подсознании нашего кандидата. Кандидаты ищут социального подтверждения. Они думают, что ж, мы пойдем туда, потому что туда идут все. Или это должно быть хорошим делом, потому что все эти люди занимаются этим. Сегодня люди боятся принимать решения. Они боятся давать обязательства. Они ищут возможность принимать безопасные решения или безопасные обязательства. И теперь, когда мы переходим ко второму шагу домашней встречи, где присутствует 5-6 других человек, кандидат думает, это должно быть хорошим делом, раз все эти люди тоже это делают. Это был первый этап расширения перспективы. Вторым этапом может стать презентация в отеле, где присутствует 300 человек. Это оказывает еще большее влияние на кандидата, потому что он думает, «Ого, сколько здесь людей! Все люди интересуются этим делом, значит, это нечто серьезное». Итак, секрет удачного спонсирования заключается в постепенном расширении перспективы. На каждом шаге кандидат должен видеть больше, чем на предыдущем. Также вы можете это сделать каждый раз, представляя кандидату-дистрибьютора с более высоким рангом. Вы можете начать со встречи один на один, а затем пригласить кандидата на домашнюю встречу, которую проводит ваш спонсор, бронзовый директор. Потом вы проводите кандидата на семейную встречу, которую проводит серебряный директор. Потом вы приводите его на презентацию в отеле, которую проводит золотой директор. Другими словами, каждый раз для него это все большее дело. Таким образом, социальное подтверждение работает тем лучше, чем большее дело представляет кандидату. Вот что происходит на подсознательном уровне в уме кандидата. Сначала ему дают информационный пакет, затем приглашают на встречу один на один, затем на домашнюю встречу еще с пятью человеками, затем на презентацию в отеле, где присутствует 300 человек. Кандидат не знает, что это весь цикл, который повторяется день за днем, неделя за неделей. Они знают только то, что происходит с ними. И на подсознательном уровне в уме кандидата происходит следующее. Мы начали с информационного пакета, потом перешли к встрече один на один, потом к домашней встрече с шестью человеками, потом к презентации в отеле, где уже 300 человек. И это создает импульс к действию в подсознании кандидата. Потому что на каждом этапе он видит, что в это дело вовлечено все больше людей. Другая важная вещь — это повторение. Мы знаем, что каждый раз, когда мы показываем кандидату бизнес с новой точки зрения, это оказывает на него все большее влияние. И у нас больше шансов пройти через защитную стену, которую он возвел вокруг себя. Я приведу вам пример. На каком-то шаге вы можете провести для кандидата конференц-звонок со спонсором, затем пригласить его на корпоративный конференц-звонок компании, потом на интернет-презентацию. Набор шагов может быть различным. Я не хочу рекомендовать вам определенную схему ведения бизнеса, для этого проконсультируйтесь со своей спонсорской линией и следуйте своему плану. Однако, если вы топ-лидер с высоким рангом, ответственный за создание системы, то очень важно, чтобы вы понимали суть концепции лестницы эскалации. Неважно, какие конкретные методы вы используете для воронки спонсирования. На каждом этапе кандидат должен видеть больше, чем на предыдущем. Также вы должны быть уверены, что понимаете разницу между различными типами следующих элементов. Я разделяю их на две группы. Первая группа — это то, что я называю предварительно квалифицирующей презентацией. К ним относятся конференц-звонки с группой или конференц-звонок 2 на 1 со спонсором. Предварительно информационный пакет, который я называю переквалифицирующей презентацией, а также встреча 1 на 1 или 2 на 1. Все это — примеры первых шагов по нашей лестнице, с помощью которых вы отделяете подходящих кандидатов от неподходящих. На этих ранних этапах мы выявляем подходящих кандидатов, а потом ведем их на следующие этапы, которые я называю «этапами принятия решения». Это может быть полная презентация, пример которой вы можете увидеть на моем сайте checkoutwebiz.com или домашняя встреча, на которой вы доводите дело до конца, или большая презентация в отеле, на которой вы полностью представляете компанию, продукцию, бизнес-возможность, систему поддержки, рассказываете о том, как работает индустрия и как происходит экспоненциальный рост. Это полная презентация, основная цель которой заключается в том, чтобы, когда презентация закончится, кандидаты были готовы подписаться. Цель предварительно квалифицирующих презентаций — выявить кандидатов, которые не хотят заниматься бизнесом, и сделать из них клиентов, не подходящих кандидатов вывести из воронки спонсирования, а подходящих кандидатов перевести на этап принятия решения, который всегда располагается на верхних ступенях, лестницей эскалации. Еще одна мысль на эту тему. Старайтесь переходить по этим этапам за минимальное время. Мы говорили с вами о стандартизированной воронке спонсирования и о том, что на каждом шаге должен использоваться определенный набор материалов. Когда вы стандартизируете эти шаги, убедитесь, интервал времени между ними минимальный. Если вы хотите преуспеть в наше время, то на каждый этап процесса спонсирования у вас должно уходить не более 48 часов. И если вы выходите за рамки этого временного отрезка, ваши результаты очень сильно ухудшаются. В современном мире люди настолько загружены повседневными делами, что через 4 дня они даже могут забыть, что говорили с вами. Ваш кандидат был так воодушевлен в понедельник, он подсчитывал в уме заработанные миллионы, воображал себя водящим ламборджини и тому подобное, а если вы позвоните ему в пятницу, он даже не вспомнит вашего имени, потому что успел посмотреть по телевизору 27 сериалов и 87 передач, или бог его знает, сколько других программ, которые повлияли на него негативно. И он уже просто потерял желание. Итак, убедитесь, что каждые 48 часов вы контактируете с кандидатом тем или иным образом. Я вам очень рекомендую использовать для этого современные технологии. Вы не должны встречаться с кандидатом каждые 48 часов. Вы можете отправлять ему электронные письма, звонить по телефону, отправлять новые информационные пакеты. Используйте профессиональные презентации вроде сайта checkoutwebiz.com или бриллиантовая компенсация. Используйте инструменты, которые делают вас более дуплицируемым, потому что всякий раз, когда вы используете инструмент или какую-то технологию, то вам не обязательно быть на первом плане, и у вас больше шансов на создание остаточного дохода. Далее, убедитесь, что ваше поведение соответствует модели бизнеса, которую строите вы. Если вы строите малый бизнес, то для вас может быть уместным проводить косметические сеансы на дому. Например, если вы работаете в таких компаниях, как, например, Arbana или New Skin или Mary Kay или подобных организациях соответствующей продуктовой линии. Если вы строите малый бизнес, то для вас может быть подходящая стратегия розничной продажи продукции и привлечения в бизнес тех людей, которым понравилась ваша продукция. Если же вы хотите построить большой бизнес, то ваше поведение должно соответствовать модели большого бизнеса, а это означает, что ваши кандидатов должны больше интересовать бизнес-возможности. Давайте разберем это на примере. Я хочу, чтобы вы увидели, как это работает на рынке, потому что я годами боролся с этим недопониманием. Кто здесь работает в компании с пищевыми добавками? Из какой вы компании? Sunrider? Хорошо. Вы в Sunrider, давайте используем вас в качестве примера. Итак, у нас есть небольшие пакетики, разноцветные бутылочки и баночки. И куда бы мы ни пошли, мы повсюду берем это с собой. И люди постоянно нас спрашивают, «Что это такое? Что ты носишь с собой?» Правильно. Это будет подход, основанный на продукции. Я знаю одну женщину, которая создала доход в 20 тысяч долларов в месяц в Sunrider. Это было 15 лет назад. 20 тысяч долларов в месяц. Знаете, как она этого добилась? Куда бы она ни ходила, всюду она носила с собой миксер. Каждый раз, когда она приходила в ресторан, она ставила на стол этот миксер на батарейках, заказывала бутылку чистой воды, заливала ее в миксер, потом открывала свои баночки с зеленым, синим и красным порошком, высыпала все это в миксер и включала его. В конце концов, люди с соседних столов вынуждены были спросить ее, «Что вы делаете?» Тут она начинала свою речь. Шесть тысяч лет назад в Древнем Китае монах из такой-то династии взял веточку этого дерева и скрестил ее с веточкой этого дерева. Вы возвращаетесь через час, а она продолжает, а пять тысяч лет назад в Северной Америке, и все в том же духе. Таким образом, она зарабатывала по 15-18 тысяч долларов в месяц, принося с собой миксер везде, куда бы она ни пошла. И знаете что? За 15 тысяч долларов в месяц вы бы, возможно, тоже согласились везде носить с собой миксер. А я, честно сказать, побаивался ходить с ней куда-то, потому что, когда во время обеда она доставала свой миксер, то все окружающие люди смотрели на нас, как будто мы были адептами культа миксеров. Итак, давайте представим, что мы с вами работаем вместе, и наступило три часа дня. Я говорю, «О, я так устал!» А вы мне говорите, «Я знаю, что тебе нужно. Тебе нужна чашка чая Fortune Delight». Она достает небольшую баночку и заваривает мне чашку чая Fortune Delight. Я его выпиваю, и она спрашивает меня, «Ну как?» Я отвечаю, «О, да! Мне гораздо лучше!» На следующий день она опять угощает меня чаем, и на следующий день. В конце концов, она продает мне коробку этого чая, который стоит 10 долларов. Я даю ей свои 10 долларов, она отдаёт мне коробку этого чая. Теперь я каждый день пью свой чай. И вдруг на следующей неделе я забываю принести свой чай. Три часа дня. Я устал. Я же каждый день пил чай, и не уставал. А сегодня я забыл свой чай, и теперь я абсолютно без сил. Она смотрит на меня, и её глаза округляются, потому что она поняла, я получил свой результат по продукции. Наступил её звёздный час. Она говорит, «Рэнди, угадай что?» «Что? А ты знаешь, что можешь получать эти продукты бесплатно?» «Бесплатно?» «Да, и ты не только можешь получать эти продукты бесплатно, ты даже можешь зарабатывать на этом деньги!» «Зарабатывать деньги?» «Как я могу зарабатывать деньги?» Она отвечает, «Тебе просто нужно стать дистрибьютором». Как только она говорит мне, что я могу стать дистрибьютором, я, как и большинство людей, отвечаю, «Это звучит очень интересно». Но я не думаю, что это мне подходит. Вы помните, что раньше мы говорили про эту фразу? «Но я не думаю, что это мне подходит, потому что я не знаю, как продавать». Но, конечно, она, как и любой дистрибьютор Санрайдера, воскликнет, «Продавать? Я ничего не продаю. Я только рекомендую». Мы никогда не продаем, мы только рекомендуем. Мы рекомендуем продукцию, потому что хотим спасти мир, зеленые леса и животных. Мы только и делаем, что рекомендуем. Но факт в том, что она дала мне пачку чая «Форчун Далай», а я дал ей свои 10 долларов. Затем она дала мне еще одну пачку, а я дал ей еще 10 долларов. И теперь она на все 100% доказала мне, что это бизнес-продаж. И если я принадлежу к 90% людей, которые не являются прирожденными продавцами, то я не войду в бизнес, потому что я не вижу, как это может сработать для меня, ведь я не умею продавать. Итак, у нас пауза в разговоре. Она говорит, «Но подожди, Рэнди, может быть, после чая «Форчун Далай» ты попробуешь еще что-нибудь, например, «Нью Пласс». Ты получишь потрясающий результат по «Нью Пласс». Он полностью очистит твой организм. А потом ты можешь попробовать «Санни Дью». Где вы берете эти названия? Затем я попробую «Санни Дью», который избавит меня от перхоти. Итак, возможно ли, что я получу настолько потрясающий результат по продукции, что это поможет преодолеть мое сопротивление продажам и стать дистрибьютором? Да. И мне кажется, что это сработало для вас. Правильно? Но мораль истории заключается в том, что если я хочу построить большой бизнес, то этот путь будет очень длинным. Ведь мне потребовалось 60 дней, чтобы получить свой результат по продукции. Когда я строю бизнес по своей модели, это модель большого бизнеса, я хочу, чтобы мой новый дистрибьютор создал группу в 20 человек за 60 дней. Может быть, 30 человек. И вы сможете это сделать благодаря тому, о чем мы с вами говорим. И если кто-то из вас занимается бизнесом 6 месяцев, и у вас только 4 человека, или вы в бизнесе 2 года, и у вас только 20 человек, то вы даже не можете представить, как создать группу в 20-30 человек за 60 дней. Но я утверждаю, что это возможно. Вам просто нужно изменить свои убеждения, потому что они не идут вам на пользу. Когда мы начинаем применять модель дупликации и концепцию приумножения усилий, мы можем получить такие цифры, и даже гораздо больше. Позже я докажу вам это на примере. Вы можете мне не верить, особенно если вы говорите с кем-то из Шекли, потому что в Шекли вам скажут, что у них есть люди, которым потребовалось 10 лет для получения результата по продукции и принятия решения стать дистрибьютором. Вы можете сказать, но они же не покупали продукцию каждый месяц в розницу в течение 10 лет. Да, они не покупали продукцию каждый месяц в розницу в течение 10 лет. Вы можете спросить у лидера в ранге мастер-координатор, и он скажет вам, что это правда. Некоторые их дистрибьюторы покупали продукцию в розницу 5, 8, 10 или даже 15-20 лет, прежде чем приняли решение заниматься бизнесом. И это замечательно. Мы празднуем тот факт, что они решили заниматься бизнесом, и они тоже в восторге. Но если вы делаете большой бизнес, то такой подход не приведет вас туда, куда вы хотите попасть. Поэтому вам очень важно убедиться, что ваше поведение соответствует модели бизнеса, которую строите вы. Вы можете спонсировать людей и создавать товарообороты, но вы должны делать это тем способом, который соответствует модели бизнеса, которую строите вы. Делайте это, и вы получите те результаты, о которых мечтаете. Итак, в следующих трех частях мы поговорим о некоторых механизмах философии спонсирования. В следующей части мы поговорим о том, как проводить потрясающие презентации один на один. Увидимся. Фильм дублирован компанией Pro Consult Market по заказу команды A-Team Central. Все подробности на сайте www.mentalsponsor.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин